Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене. Мы с Прохором давно мечтали о том, чтобы создать что-то творческое, рассказала Виталина. Готовим для зрителей сюрпризы. Приоткрою завесу тайны. На концерте предстану не только в амплуа пианистки. Мы приглашаем всех. Также в программе примут участие Оркестр военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Прозвучат русские народные песни, произведения советских и российских композиторов, а также фортепианные творения Федерика Хапена и Микаэла Таревердиева. Сам Прохор является выпускником Государственного музыкального педагогического института имени Ипполитова Иванова и Российской академии музыки имени Гнесиных. А Виталина окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского, лауреат международного конкурса Stainway Palace. О своем романе Виталина и Прохор сообщили в конце прошлого года. Молодые люди часто встречались в эфирах, искра проскочила не сразу. «Отношения развиваются не быстро, да и сами влюбленные не торопят события. У нас есть за плечами опыт браков, закончившихся разводами», – продолжила пианистка. Теперь мы просто хотим наслаждаться отношениями. По этой причине и пока не планируем съезжаться. Каждому хорошо в своей квартире. Но при этом мы всегда вместе. У Прохора серьезные намерения относительно Виталины, которая со скандалом развелась с Арменом Джигарханяном. Шаляпин уже подарил цимбалюк Романовское кольцо. Однако помолвка еще не состоялась. А самый потрясающий подарок он преподнес на мой день рождения, 8 декабря. Золотой браслет с бриллиантами, который собственными руками сделал в ювелирной мастерской. Прохор – первый мужчиной, от которого стала получать драгоценности. До этого покупала сама. Уже тогда Шаляпин рассказал о далеко идущих планах. У певца была задумка сделать программу в народном стиле. И, кажется, она осуществилась. Музыканты соберут всех гостей в Доме кино в Москве 25 мая. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!